Бригитта Венингер Бригитта Венингер Мико и Мимика Прекрасно иллюстрированная книжечка Сразу же понравилась моему ребенку И мы решили эту серию почитать Серия состоит из четырех книг В каждой из книжек Представлено по два небольших рассказа Которые описывают нам Жизненные ситуации Происходящие с мышонком Мико И его маленькой игрушкой Малюткой Мимика Мама, я ухожу из дома Только не мыться Мама, я хочу собаку Вот так называются некоторые истории Я думаю, в семье, если есть ребенок Такие ситуации происходят постоянно Но что же делать нам, родителям Можно, конечно, начать ругаться Или настаивать на своем Но нам автор помогает Справиться с этими ситуациями И сейчас я хотела бы вам рассказать Про каждую книжечку поподробнее Первая книжка, о которой хочу рассказать Называется «Мама, я ухожу из дома» Бывало ли у вас такое, что вы просите ребенка убрать игрушки Когда игра в самом разгаре? Я думаю, что да, но ребенок вас не слышит И вы начинаете сердиться и настаивать на своем А что же делает ребенок? Он начинает кричать и говорить «Не хочу, не буду, я хочу делать то, что мне нравится» В итоге некоторые родители не будут разбираться И поставить ребенка в угол Но ведь это же ребенок И он имеет право выражать свои эмоции и чувства Вот в этой книжечке Мама позволяет уйти мышонку из дома Да-да, многие родители не согласятся, что Как это позволит своему ребенку уйти из дома? Но вот правильно ли сделала мама И к чему это все приведет? Прочитав эту историю, вы узнаете Следующая книжечка, о которой я хочу рассказать Называется «Доброе утро, мама» Воскресное утро, так хочется лишнюю минутку поспать нам, родителям Но ребенок проснулся, и он требует нашего внимания Чтобы мы с ним поиграли Что же делать нам, родителям? Как же найти золотую середину? Где и мы с вами немножечко отдохнем, да, лишнюю минутку И ребенок сам займет себя С помощью этой книжки мы, родители, понимаем, что не всегда нашему ребенку требуется внимание А дети с помощью этого рассказа понимают, что играть одному на самом деле это очень-очень интересно Следующая книжка, о которой я хотела бы вам рассказать, называется «Двойной день рождения» Но почему же «Двойной»? Оказывается, день рождения не только у мышонка Мико, но у его игрушки малютки Мимика Но кто же будет дарить игрушки подарки? Можно, конечно, своими поделиться, подумал Мико, но ведь Мимика настолько маленький, и он не со всеми игрушками может управиться Но нашему мышонку приходят на ум замечательные идеи, от которой нашим друзьям становится намного веселее И последняя книжка из серии, которую я хочу вам рассказать, называется «Мама, хочу собаку» Я думаю, многие дети хотят завести домашнее животное, не думая о том, что о животном нужно ухаживать, заботиться, да и выполнение непростых вещей «Мамочка, давай заведем настоящую собаку» «Ну, пожалуйста» – Мико посмотрел на маму так, что она не смогла бы отказать «Мико, милый, ты сам прекрасно знаешь, что мы не можем завести настоящую собаку» Строго отозвалась мама «Никто из нас не проводит дома целый день, и бедный песик будет скучать» Здесь мама обоснованно говорит ребенку, почему они не могут завести собаку А не просто говорит ребенку «нет» А автор этой истории доказывает маме, что на самом деле ее ребенок отлично справится с этой задачей Ведь иногда мы, взрослые, недооцениваем возможности наших детей И заканчивается эта история так Значит, ты и впрямь отличный помощник Мико и заслужил собственную собаку Я думаю, эта замечательная серия книг Бригитты Веннингер «Мико и мимика» поможет нам, взрослым, общаться со своими детьми Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин